дорогие друзья сегодня говорим о ротации станций и я хочу уделить сегодня внимание теме оценивания потому что запросов на эту тему было достаточно много хочу разобраться с вами в этой ситуации оценивания и отвечу на ваши вопросы я опубликовала 8 публикаций опубликовала их в инстаграм и эти 8 публикаций были посвящены теме ротации станции это такой цикл публикации по этой теме когда будут еще по ходу деятельности возникать вопросы вы всегда можете вернуться задать их мне в комментарии и этот цикл публикаций он будет оформлен в виде одного такого лонгрида на моем блоге мастерская марины курвиц и этой ссылкой я поделюсь обязательно и вы сможете пройти по ней ознакомиться прочитать 8 публикаций на следующую тему у меня были друзья публиковал написаны но и опубликованы что такое ротация станции непосредственно это первая самая публикация я рассказала об этом способе организации учебной работы с какой целью проводится какие правила необходимо учитывать при проведении работы по модели ротации станции какими правилами мы знакомим наших учащихся когда они работают каковы плюсы и преимущества этой модели с какими вызовами мы можем столкнуться это важно сразу же учесть по каким схемам ротаций можно организовывать работу на станциях какая-то форма работы может быть какие задания мы создаем для станции это мне кажется задание это самый ключевой и непростой для нас на и последняя публикация была предпоследняя получается публикация это был мой пример как я использую ротацию станции в работе со студентами а так что все эти публикации вот все что я сказала по этим темам друзья они уже есть вы можете вернуться и читать и перечитать отметка это результат когда ученик получает какой-то номер 5 12 126 неважно или это буква а b плюс это уже результат то есть это значит что он уже поработал разобрался понял знает как достиг учебного результата какого-то определенного например я умею решать квадратное уравнение или я составляю по какой-то я не знаю по по тексту или по какой-то ситуации в жизни квадратное уравнение я могу его составить мне показали какую-то проблему а я могу составить и превратить ее вот такое математическое выражение под названием квадратное уравнение или я знаю что означают корни квадратного уравнения я умею объяснить их значение своими словами неважно вот это какой-то учебный результат то есть я учебный результат достиг я совершаю какую-то работу за это я получаю отметку далее что такое обратная связь обратная связь это процесс в котором ученик получает от разных источников не буду сейчас говорить пока какие чуть позже поговорим об этом обратную связь относительно того что ему еще следует предпринять для того чтобы достигнуть учебных результатов то есть я начинаю изучать квадратное уравнение я не понимаю что такое квадрат уровень при зачем они надо и как это вот это вот вот эта вот ситуация так как это связать для чего эти корни как использую эту формулу я путаю си и мне трудно мне непонятно это учебный процесс я учусь я еще не достиг учебных результатов и мне учитель одноклассники цифровые девайсы и так далее в помощь для того чтобы я с этой темой разобрался это процесс это это обратная связь до реформирующие оценивание будем называть но пусть будет для упрощения это обратная связь вот для того чтобы ученик учился для того чтобы он обучался для того чтобы он мог понять что понятно что непонятно где сложно где не сложно вот для этого мы создаем учебную ситуацию которую организуем при помощи станции ротации мы организуем ее именно для того чтобы создать условия разные разные ситуации каждая станция это какая-то разная ситуация проходя которые ученик в принципе сталкивается с тем что ему непонятно наша задача как можно больше скрыть тех моментов которые нашему ученику непонятны вот он пришел на одну станцию перед ним описана какая-то ну вот ситуация жизни допустим вот архитектор и не за там желает построить какой-то мост допустим и помоги ему подобрать и на этом правильную правильную кривую или составь уравнение этой и ученик сталкивается с тем что во первых ему непонятно кто такой архитектор что такой мост почему он именно такой формы что такое квадратное уравнение опять таки множество вопросов как составить а может быть составить нужно не на бумаге может быть оставить нужно например в десмосе или в геогебре соответственно возникает ряд технических вопросов как это сделать и тогда вот это и есть все то чему он тут начинает учиться он приходит на следующую станцию а там надо решить уже это квадратное уравнение вот оно в готовом виде уже есть а теперь например ему нужно его решить я привожу пример из математики мне так проще он начинает его решать или не начинает его решать понимает что с чего начать какие первые шаги какая была формула непонятно снова он опять учится на этой станции а следующая станция допустим где вот все полностью решено полностью решено расскажи что это значит как ты думаешь как ты думаешь вот квадратное уравнение вот его решение вот такая вот проблема была у архитектора вот такие вот x1 x2 найдены что архитектору с этим делать то ну и что ну получил ну решил а делать то что объясни своими словами это новая ситуация вся та же самая тема новая ситуация где он опять сталкивается с тем что тут не понял здесь ошибся и так далее а здесь понял но не так понял например как-то неправильно понял потом идет на последнюю заключительную станцию может станции работы с учителем а может быть игровая станция и играет там с учащимся то есть все эти различные ситуации он на них на всех обучается и станции ротации они подойдут как для изучения новой темы ученики могут сами эту тему изучать так подойдет и для повторения и при этом друзья это может быть повторение 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 потому что до тех пор пока мы не дойдем до результатов до того что учебный результат достигнут у нас это есть всегда повторение 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 только это повторение не одного и того же вот мы нашли вот этот квадратное уравнение вот мы умеем его решать и пошли три урока подряд. Решаем, 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 решаем. Такое повторение не обучает, и для этого даже станцию ротации делать не надо. Обыкновенный традиционный урок, пошли решать, и все. Повторение должно быть таким, что это каждый раз новые учебные ситуации по этой теме, чтобы каждый раз ты опять сталкивался с тем, что мне чуть-чуть непонятно. Итак, друзья, вот теперь, смотрите, идем с вами далее. Как вы уже поняли из моего объяснения, из того, что я говорила, работа на станциях – это учебный процесс, в котором ученику важно получить опыт, что-то понять, понять, что непонятно, ему важно ошибаться, ему очень важно ошибаться, ему важно задавать вопросы, говорить о том, что ему непонятно, озвучивать, обсуждать, может быть, в какой-то момент растеряться и, наконец-таки, разобраться, через какое-то время с этим разобраться. Через задание, которое мы для них даем на станциях, они обучаются, они обучаются. И вот теперь, друзья, возвращаясь к вопросу оценивания, это такая долгая прелюдия была для того, чтобы подойти к вопросу оценивания. Вот если ученик обучается, то этот процесс нельзя оценить отметкой. Он за эту работу, он не получает балл. Вот ты прошел три станции, получи, не знаю, три. Потому что вот тут ты ошибся, вот тут посмотри, у тебя ошибка в задании и так далее. Он в заданиях должен делать ошибки, он должен делать в заданиях ошибки. Он, если их не будет делать, он иначе не научится. И мы разрабатываем такие задания, чтобы найти, где же они еще могут ошибиться, для того, чтобы разобраться, почему они эти ошибки совершают, ну, почему это так непонятно, с чем это связано, что предпринять для того, чтобы в следующий раз это не было, и с ними это обсудить, и снова попробовать, и снова работать, и посмотреть, что по-прежнему еще непонятно, какая ошибка повторяется вновь, то есть опять и опять на те же самые грабли. И это не, за это не выставляется отметка, потому что это и есть учебный процесс, иначе мне не научиться, иначе мне не понять. И ученики, ученики, они также должны чувствовать, что именно через ошибки они обучаются, потому что у них отношение к ошибкам складывается, во-первых, очень негативно, они боятся ошибаться, поэтому они предпочтут даже ничего не делать, чтобы только не ошибиться, а во-вторых, ошибся и, ах, снизили оценку, ах, никакая там работа над ошибками, это все бессмысленно, какая разница, зачем, зачем, вот именно потому, что нет у них этого опыта, что мы таким образом учимся. Вот, друзья, выставление отметки на каждом уроке, – это подход к оцениванию, который основан на устаревшем понимании учебного процесса. Учеными доказано, что специфика нашего мозга такова, что в нас нельзя залить знания. Ну, нельзя в нас залить знания. Отметка на каждом уроке предполагает, что учитель как будто бы, оп, передал какой-то алгоритм действий, смотрите, какая формула для решения квадратных уравнений, делай, как я, решай по алгоритму, и тут же проверил, или на этом уроке он показал, на следующем стал проверять, потому что дома ученики вот этот вот алгоритм закрепили, и они на следующем уроке уже получают за это отметку. Мы знания должны сами создавать в своей голове, а для этого должно быть достаточное количество времени для того, чтобы чуть-чуть понять, чуть-чуть не понять. Вот тут понять, вот тут не понять. Вот тут как будто бы понял, начинаешь делать, но огромное количество ошибок у тебя возникает, которые показывают о том, что есть еще пробелы, и есть еще пробелы. Где-то совершенно ложные какие-то нейронные связи в мозгу активируются, и поэтому ты делаешь эту ошибку. Вот для того, чтобы мы знания создавали в своей голове, нам надо трудиться, мозгу нашему надо трудиться, и именно для этого мы используем ротацию станций, чтобы создавать ситуацию труда на уроке. Это не значит, что это должно быть тяжко, скучно, нудно, это значит, что нужно что-то там грызть обязательно, гранит науки. Это может быть и привлекательно, и аттрактивно, и интересно, и с вызовом, но при этом ученик совершает какое-то усилие. И вот за это вот, за это вот, вот за этот процесс отметка не может быть выставлена, потому что возникает вопрос, за что ставить? Вот что тогда я оцениваю сейчас, в моменте? Что? Он мне не воспроизводит эту назад информацию, он использует ее, он использует какие-то, допустим, те же самые дидактические материалы, он использует задания для того, чтобы на этом научиться. Что я буду оценивать? Если вот он делал, 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 смотрел, исследовал, обсуждал с ребятами, и у него в голове, наоборот, еще каша теперь, вообще ничего не понимаю, ужас, что оценивать в этом случае? А это совершенно естественная стадия, когда происходит изучение учебного материала. В какой-то момент всегда возникает каша, именно с этого момента и начинается разбор этой каши, до тех пор, пока новая каша не возникнет. Отметку мы ставим тогда, когда проводится урок, на котором ученик может продемонстрировать то, чему он уже научился. И ученики знают, когда будет урок, они знают критерии оценивания, они знают, что необходимо уметь для того, чтобы эту контрольную, например, написать. Может быть, они будут разрабатывать что-то, не обязательно, это будет контрольная, тест. Может быть, они создадут что-то сами новое, какой-то продукт, плакат, представят его, презентация, игрушка, все что угодно, анимация, все что угодно может быть. То есть они, опираясь на то, что они теперь поняли, они, может, разработают что-то сами, и это и будет результат их работы, за которую они получат отметку. И вот теперь перейдем, друзья, к следующему моменту. Администрация требует выставления отметок. Вот скажу честно, первое, друзья, что нужно нам самим, вместе с коллегами из вашего сообщества, из вашей школы, посмотреть и изучить учебную программу. Есть ли в учебном программе то место, где написано, что выставление отметки должно совершаться каждую встречу ученика с учителем, то есть каждый урок? Если там написано, допустим, слово оценивание, то возникает опять-таки вопрос, что такое оценивание? Это обратная связь или отметка? Администрация может понять, как отметка, поэтому требует отметку каждый урок. А может быть, имеется в виду обратная связь? Может быть, имеется в виду обратная связь? Потому что я когда-то, несколько лет назад, в книге, вычитала фразу о том, что оценивание на уроке происходит, ну, прям там такая частота была указана, ну, вот, не знаю, то ли через две минуты каждая или так далее. То есть оценивание на уроке происходит через каждые две минуты. Когда я говорила эту фразу учителям, они все, ааа, как, когда я столько отметок возьму, понимаете? В книге имелось в виду обратная связь. То есть ученик достаточно часто получает обратную связь, это не обязательно значит, что каждый раз к нему подбегает учитель, что-то ему предоставляет. Она разным видом организована тогда, когда ученик работает сам. Поэтому первое, друзья, вот действительно изучить нужно учебную программу. Что там написано относительно этого? Я почему-то не верю, что в учебной программе написано оценивать, выставлять отметку надо каждый урок. Вот честно. Если вы найдете, сделайте мне скрин, я буду знать, где такая учебная программа. Мне интересно. Далее. Может быть, в учебной программе нет такого, но школа может решить и составить свой собственный регламент, где будет прописано, что именно отметка выставляется каждый урок. И вот этот вопрос, друзья, нужно поднимать, честно говоря, внутри школы. Потому что нужно разобраться, зачем. Это показатель чего. Ученик на уроке учится. Мы не можем получать отметки за каждое наше тело движения. Вот мы сейчас с вами ведем диалог. Я рассказываю про ротацию станции, я рассказываю про оценивание. Мне за что сейчас вам отметку поставить? Задать вопрос, напишите определение ротации станции и оценивать, у кого наиболее точно совпадает с моим определением, которое я написала в публикации. За что поставить сейчас отметку? Вы слушаете от меня эту информацию, вам что-то непонятно, вы задаете вопросы, вы хотите больше примеров, вы понимаете, что нужно еще покопаться, нужно еще поискать, а после этого новые вопросы возникнут. А потом ты попробуешь сам провести и поймешь, ууу, так вот оно как было. Это и есть обучение, мы учимся. Если это постановление школы, то этот вопрос надо поднимать и пересматривать. Потому что устаревший подход, основанный на гипотезах, которые научно не были доказаны, и просто целые поколения детей проходят через опыт, по которому потом составляют свое представление о школе. Что такое школа? И боятся ошибаться, боятся прилагать усилия, боятся сталкиваться с препятствиями, хотят все время быть отличниками, и не будут работать, если им не поставить отметку. Идем далее, когда администрации ничего не объяснить. В этом случае тогда что мы делаем? У меня решение есть на каждый пункт. В этом случае, друзья, в первый раз, когда проводите станцию ротации или какой-то другой вид, организации учебной работы, в первый раз не стоит выставлять за работу какие-либо отметки. Потому что ученики должны понять, какой рекламент, как мы двигаемся, что мы делаем. Для них само по себе вот эта новая организация уже вызов, уже что-то новое, уже какой-то дополнительный стресс. Добавить еще в виде отметки стресс, но они не справятся с этой учебной задачей. Учебных результатов опять-таки достигнут не будет. Непонятно тогда, зачем мы здесь сегодня встретились. Если я в стрессе, потому что я не знаю, как получится, вы в стрессе, потому что вы боитесь, что получите плохую отметку. Вопрос, зачем мы вообще встретились? Отменить надо эту встречу. Она не имеет никакой задачи под собой. Мы не достигнем того, что нам важно очень достигнуть. Далее, следующий тогда. Необходимо составлять критерии. Ребята должны понимать, за что они получают отметку. За что они получают отметку. Что они должны уметь. И тогда организовывайте работу на станциях таким образом, что, например, на двух станциях они обучаются, то есть полностью разбираются, не понимают. А следующая станция, или нет, даже не следующая станция, а следующий этап, потому что здесь не имеет отдельного смысла станцию делать. А следующий этап, когда ребята будут, не знаю, гугл-форму заполнять в виде какого-то, может быть, опросника, или в виде какого-то теста, или, может быть, вы какое-то задание в письменном виде им дадите на бумаге, они будут делать. И они уже понимают, что это на отметку, и для этого они должны уметь это, это и это, например. Или только это они должны будут уметь делать, и вот предварительно они на этих станциях с этим разбираются, чтобы уметь, соответственно, это делать. И я бы рекомендовала даже добавлять на станции чек-листы. Чек-листы, при помощи которых ученики смогут вот отмечать прям калочками, это я умею. Я умею вычислять, я умею находить, я умею читать, я умею подчеркивать, я умею наносить, обводить, составлять и так далее. То есть да, я это умею. Я уже понимаю, что я это научился. Мне уже не так страшно будет потом сделать работу, пусть она будет короткая, на 10 минут, например. Но я за эту работу уже получу отметку. Итак, далее теперь, друзья. Давайте я озвучу несколько рекомендаций для вас по организации станции ротации. Первое. Когда вы планируете эту модель, не планируйте ее сразу на все классы. Вот у вас там несколько параллелей, и вы для всех это планируете, потому что это колоссальную работу надо будет проделать, и вы не успеете потом этот опыт даже прорефлексировать. Возьмите какой-то один класс, вот с кем вам будет комфортно это поэкспериментировать. Обязательно, обязательно ребятам объясните структуру, объясните причины, почему вы так делаете, объясните, как будет организована работа, какие правила, и будьте готовы к тому, что с первого раза получится, может, по-разному. По-разному. У кого-то бывает так, что первый раз проходит идеально, второй раз комом. У некоторых учителей первый раз комом, второй раз так, как они хотели. Просто будьте готовы к этому. Это время, это привычка, это соблюдение регламента, это то, что нужно повторять, 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 для того, чтобы ребята к этому привыкли. Можно даже до того, как будет следующий урок, ребятам уже объяснить, почему мы будем так работать. И готовы будьте к ответу, да, почему, почему. Потому что они тоже будут спрашивать, а почему. Сидели же ровненько, почему теперь нужно что-то нам менять. Подготовьте задания на каждую станцию в меньшем объеме, чем вам хочется. Если вы боитесь, что какая-то группа закончит раньше и нечем будет им заняться, всегда можно предложить им, например, какую-то игру. Имейте всегда с собой какую-то игру. Она может быть по теме, а может быть и не по теме. Просто чтобы они поиграли. Либо попросить их свое задание составить, свой пример составить, свой текст составить, свою викторину, свой вопрос и так далее. По этой теме, по изучаемой теме. То есть это такой всегда у вас козырь в запасе на всякий случай. Но когда вы первый раз планируете, лучше чуть меньше, но все успеть отрефлексировать, обсудить, как ребятам такой способ работы, чтобы урок был законченным, чем вот наоборот вы будете нервничать с того, что не успевают, не успевают. Потому что мы всегда, всегда планируем как минимум на одну какую-нибудь станцию гораздо такое более объемное задание, чем на все остальные. Это случается. И если у вас так получится, то тоже просто знаете, что так бывает. Так бывает. Потом опыт все расставляет на свои места. И когда первый раз делаете, первые разы с вашими учениками, тогда пусть учитель поначалу будет свободный. Очень многие мне писали о том, что если учитель будет занят, то остальные ученики могут не справиться. Тогда не делайте станцию с учителем, и вы будете свободны, и вы будете ходить, и тогда у вас будет возможность поговорить с вашими учениками лично. лично помочь каждому, друзья. Буду завершать. Спасибо за ваши лайки, за ваши пальчики вверх, друзья. Всем пока. Хорошего окончания рабочей недели.